В златоглавом и первопрестольном городе Герои Москва, в тамошнем втором западном окружном военном суде, что на Арбате, военный судья Игорь Семин приговорил к 20 годам зоны строгого режима нашего 24-летнего земляка, бывшего воина из Азбеста Станислава Ионкина, который убил 13 человек. Но не на фронте, а в мирном городе. И не из автомата, а из охотничьей ракетницы. Мы об этом ужасе, учиненном нашим Земой в Костроме в ноябре 22-го года, в свое время подробно рассказывали, однако в связи с суровым приговором, позвольте вкратце взрыхлить фабулу в памяти. Итак, Станислав Ионкин жил в Азбесте, служил во внутренних войсках кинологом. Началась наша антифашистская священная военная операция, и весной 22-го года Станислав добровольцем отправился в зону СВО. Летом получил ранение, пролечился в госпитале и в ноябре 22-го года прибыл в старинный русский город Кострома для прохождения медкомиссии и отправки на фронт. Трагедия случилась ночью 5-го ноября. Рядом с войсковой частью, где обретался Станислав, на улице Никитской дислоцировался кабак-полигон, в котором по выходным всегда было много военных и пьяных драк. Перед отправкой в зону СВО в субботу ночью Станислав Ионкин, ну типа напоследок, решил оттянуться по полной и пошел в кафе. И там попал в массовый замес, в котором рубились человек 15. По его словам, его в драке сильно избивали, и он не придумал ничего лучше, кроме как выстрелить в оппонентов из имевшегося у него пускового устройства сигнал охотника, ну по факту из ракетницы, в виде трубки с ручкой. Предназначено это нехитрое устройство для подачи сигнала, красного, желтого или зеленого. Некоторые используют сигнал охотника в качестве одиночного салюта на Новый год. Неизвестно, какого цвета была у Ионкина звездка, ну так называется светящаяся субстанция, вылетающая из пускового устройства, да это и не важно. Главное, что она попала в потолок кафе-полигон, и точка общепита загорелась. На момент воспаления в кабаке было 250 человек. Львиная доля успела выскочить через окна и двери. Насмерть в полигоне сгорели 13 человек, в основном те, что были в туалете и курилке, и не успели выбежать до того, как полигон весь объялся пламенем. Станислав Ионкин с места злодеяния сбежал, но через несколько часов, днем 5 ноября, силовики его вычислили и зашнуровали в Ярославле. Блин, стой мужики, не бейте! Да я не виноват, мужики, не крутите! Фамилиями отчества! Я сдамся сам, мужики! Фамилиями отчества! Ионкин Станислав Сергеевич! Мужики! Поначалу сообщалось, что по горячим следам Ионкину вменили 167-ю УК уничтожение чужого имущества посредством поджога. Однако по ходу расследования ему еще нарисовали три статьи. 105-ю часть 2-ю УК убийства двух и более человек, 112-ю УК причинение вреда средней тяжести и 213-ю УК хулиганство. Да тут, в принципе, хватило бы и только 105-й части 2-й, которая предполагает вплоть до пожизненного заточения. Материалы дела поступили во 2-й западный окружной трибунал 18-го ноября прошлого года. И вот, как говорится, не прошло и полгода приговор. В своем последнем слове Станислав покаялся, цитирую, «Я полностью признаю свою вину в преступлении. Я полностью раскаиваюсь в садейном. Приношу свои извинения всем потерпевшим. В тот момент, когда я стрелял, меня избивали. Я испугался. Я не снимаю с себя ответственность за совершенное, но считаю, что именно нарушение руководством полигона правил пожарной безопасности привело к гибели людей». Конец цитаты. Гособвинитель потребовал для Ионкина 16 лет зоны. Как уже сообщалось в начале репортажа, военный судья Игорь Семин по совокупности 4-х уголовных статей выписал азбестовскому убийце-поджигателю 20 лет зоны строгого режима. Лишил его звания гвардии-сержант и медали за отвагу. Плюс ко всему этому Ионкин должен выплатить родственникам 13 погибших в полигоне суммарно 14,5 миллионов рублей. И более того, он должен возместить хозяину полигона материальный урон в 45 миллионов рублей. А в азбесте у Станислава остались два маленьких ребенка. Вот. А не пошел бы ночью в кабак, сейчас бы спокойно воевал себе на фронте, топтал бы натоско-фашистскую слизь. Но на все воля создателя реальности.